В первый раз за первым паспортом. Для 14-летнего Влада получение главного в его жизни документа день особенный уже хотя бы потому, что на руки его вручат не традиционно в паспортном столе, а в обстановке торжественной в музее истории города Бреста. Такая честь юноши выпала за отличные результаты в учебе и активную общественную деятельность. А еще в этот день, 15 марта, у Влада день рождения. Так что отмечать сегодня молодой человек будет двойной праздник. Вот ты идешь на такое мероприятие, наверное, есть волнение в этот день? Очень волнуюсь. Страшно, не знаю, что там будет. Ну, наверное, страх нужно подавить, Влад, потому что у тебя же сегодня еще праздник? Да, мое день рождения. Мне исполняется 14 лет. Так хорошо. Мой день рождения вручают паспорт. Мэр. Здорово. Уже в зале, пока его сверстникам вручали паспорта, Влад старается не показывать волнение. Позже молодой человек признается. Справиться с волнением удалось не без труда, ведь главный документ в своей жизни он получил из рук мэра города Бреста. Александра Рогачука, который не просто паспорт вручил, а поинтересовался, в какой семье живет юноша, как с учебой справляется, какую профессию выберет в будущем. Впрочем, своеобразный экспресс-экзамен прошли все участники торжественной церемонии. Александр Степанович, а помните ли вы свои 16 лет, когда вам вручали паспорт? Конечно, помню. Это событие, которое всегда запоминается, потому что тогда были немножко другие возрастные категории получения паспорта. Но это одно из событий, которое человек помнит в течение жизни. Я очень рад, что у этих молодых ребят сегодня такое событие, которое совпало с государственным праздником. И уверен, что вот эти ребята продолжат все то, что наработали мы, предыдущие поколения. И я не перестаю удивляться нашей молодежи, нашим молодым брещанам. Удивляться их цели и устремленности, их глубокой мотивации к будущему освоению профессии. И это залог того, что город будет развиваться, расти, потому что новые поколения лучше предыдущих. Обычно, знаете, как всегда, действующее поколение активно всегда считает, что уже молодежь не та. Вот как раз-то молодежь Бреста, она все эти правила опровергает. Ребята очень хорошие, очень мотивированные, очень грамотные. Они на самом деле лидеры. Лидеры. И я очень рад, что у нас такие. Рядом с вами стоит именинник. Сегодня у него день рождения, сегодня он получил паспорт. Что пожелает мэр имениннику? Я очень рад, что он в свои 14 лет сегодня уже знает те предметы, которые надо изучать более глубоко, с учетом будущей профессии, которую он мне назвал. Он знает, кем он хочет быть. И это не суть даже важно, что надо обязательно быть в этом направлении. Главное, стремиться к цели. Вот у этого молодого человека уже есть цель конкретная. Ему некогда будет сейчас бесцельно слоняться по городу, некогда будет заниматься какой-то глупостью. Он понимает, что в этой жизни чего-то добиться, надо много-много что делать? Учиться. И работать. Молодец, понимаете? Он просто умница. Я уверен, что все у него получится. Что через 10 лет это будет активный, молодой брещанин с высшим образованием, устремленный на какие-то карьерные цели, на какое-то достижение, в том числе во благо нашего дорогого города. Что пообещаешь? Учиться, учиться и учиться. Вместе с Владом за первыми в жизни взрослыми документами пришли еще 14 ребят. Все они лучшие из лучших. Активисты, отличники, участники научных конференций, фестивалей и арт-проектов. Елизавета – одна из подающих надежды творческих персон гимназии. Мечтает в будущем стать актрисой. Планы амбициозные, а потому девушка старается совместить и учебу, и репетиции, и самостоятельные занятия. О роли Конституции в жизни государства Лиза знает не меньше старшеклассников. День Конституции – это самый важный государственный день. Этот день важен и для каждого человека, потому что в этот день, в 14 лет, когда тебе исполняется 14 лет, ты получаешь свой паспорт, и ты становишься гражданином Республики Беларусь. А что дает это право быть гражданином Республики Беларусь? Вот как ты это понимаешь? Что это за документ? Какие права ты имеешь сегодня уже? Это очень почетно – быть гражданином Республики Беларусь, потому что у нас прекрасная страна. Также паспорт он устанавливает твою личность, он показывает, что ты гражданин Беларуси. Акция «Мы граждане Беларуси» традиционно проходит в день главного праздника страны. За это время из рук руководителей городов, глав администрации, депутатов, парламентариев, военнослужащих и ветеранов свои первые паспорта получат сотни юных жителей Беларуси. Десятки молодых людей, гордо называющих себя брещанами. Хочется, чтобы наша молодежь запомнила этот день. Ведь День Конституции нашей страны – это один из самых главных государственных праздников. Тем более, что наша Конституция имеет богатую историю. Первый, второй, третий статуты Великого Княжества Литовского, которые взяты за основу Конституции ряда западных государств, говорят о многом о том, что наши предки, наши братья-белорусы, которые жили в средние века, они уже тогда думали о том, какой основной закон будет регулировать их правоотношение жизни в обществе. И сегодня Конституция 1994 года является тем основным гарантом наших прав и свобод гражданина Республики Беларусь. Получение паспорта – значимое событие в жизни каждого молодого человека. Это своеобразный отсчет начала взрослости и самостоятельности. Обретая один из главных официальных документов, юноши и девушки становятся полноправными гражданами своей страны, которые должны осознавать ответственность принимаемых ими решений, уважать законы, следовать нравственным и этическим нормам общества.